Иван Павленко. От рода к роду. Глава первая. Слово к потомкам. Читает Наталья Бызова. Наташа и Денису. Первое. Это основной экземпляр моих семейных воспоминаний. Их нужно сохранить для себя в двух книгах. Второе. Второй экземпляр в двух желтых книгах можно кому-то отдать из родственников. Сыновьям Грише, Вове, Вите, Юрику или Вовкиному Диме, как женятся. Третье. Я бы хотела отдать Сереже Виктора в Кемеровскую область, если он объявится. 20.02.1999 года. Подпись Иван Павленко. Продолжение в меньшей книге. Давно мне хотелось что-то написать для своих внуков и правнуков о нашей родословной и о тех временах, в которые нам довелось жить. Хотелось, чтобы они знали, откуда их корни, какими были и как жили их деды и прадеды. Ведь за последние 70 лет прошла такая ломка социальных и духовных основ жизни, которая перемешала когда-то оседлых людей, разбросала их повсюду, повлекши за собой ослабление родственных связей и частичную утрату некоторых моральных ценностей, в частности почета и уважения к сельским труженикам, любви к родному краю, своему народу, его традициям, любви и культуре. Это мое давнее намерение ускорило перестройка, начатая в нашей стране по инициативе верхов, которые вовремя среагировали на клетки низов и открыли отдушину для демократии и гласности. Общество будто проснулось после долгого гипнотического страха, которым оно было сковано с 1917 года. Сегодня заговорило все и всюду, будто что-то горячее прорвалось из наболевшей груди, из давно и, казалось бы, наглухо запечатанных душ. Кричат газеты и журналы, бушуют площади и улицы. Отащила и меня на эту истоведь. Думаю, что возвращение к сталинскому стереотипу жизни уже невозможно. Поэтому бояться за произнесенное или написанное свободное правдивое слово тоже не приходится. Вот и адресую его детям, внукам и правнукам. Как известно, каждое новое поколение поднимается все выше в своем развитии благодаря тому, что путем науки и жизненной практики усваивает опыт предыдущих поколений. Этот процесс многогранен и сложен. По линии точных наук он идет, можно сказать, без теоретических вывихов и вправления мозгов со стороны правящей элиты. Ведь трудно возражать, что если два умножить на два, то будет четыре. По-другому формируются знания гуманитарные. Здесь часто в ожесточенном поединке сходятся общечеловеческие законы развития с явным или прикрытым беззаконним. Со стремлением унифицировать человека до уровня запрограммированного робота. На этой почве нередко процветает псевдонаука, которая плодит духовных увечий и хамелеонов. А те разноражают в себе подобных и искажают нашу историю в угоду дорвавшимся к власти тиранам и авантюристам. Поэтому по современным учебникам распознать правду жизни трудно. Даже дети понимают, что учителя говорят в школе одно, а окружающая действительность видится им совсем другой. Несоответствие слова и дела, провозглашение идеи и того, что мы видим в жизни – вот та червоточина, которая разъедает наше общество. Идейные лозунги стали удобным прикрытием для номенклатурной бюрократии, выделившейся в привилегированную касту, оторванную от народа. 70 лет наши верховные правители, начиная от Ленина и Сталина и кончая Брежнева, провозглашали с высоких трибун быстрое приближение розовой коммунистической пары. Призывали во имя ее торжества трудиться, идти на жертву, переносить нужные тяготы. Хрущев даже определил рубежи, когда мы перегоним Америку и будем жить при коммунизме. Но проходили те обещанные сроки, а жизненная реальность становилась все более безнадежна, приближался всеобъемлющий кризис всей системы. И вот из уст последнего генсека ЦК КПСС Горбачева прозвучало признание, что со строительством сталинской модели социализма мы оказались практически у разбитого корыта. Как известно, самая полная жизнь отражается в художественной литературе. Из произведений, например, Нечуя Левицкого, Афанаса Мирного, Бориса Гринченко, мы безошибочно узнаем о быте и обычаях дореволюционного украинского села. А вот многие книги советской поры с большой натяжкой можно назвать правдивыми. Даже Шолохову в поднятой целине пришлось идти на компромисс со сталинизмом в изображении коллективизации. Что-то подобное можно сказать и об Урине Головко, диктатуре Микитенко. А что уж говорить о таких позже разрекламированных шедеврах социалистического реализма, как «В степях Украины» Корнячука, «Счастье Павленко», «Кавалер Золотой Звезды» Пабаевского и многие другие. Мне кажется, что более или менее правдиво отражены революция и гражданская война в Тихом Доне Шолохова и в трилогии Толстого «Хождение по муку». А отечественную войну в живые и мертвые и солдатами не рождаются Симонок. Эпоху же постройки сталинского казарменного социализма никто еще правдиво не описал. А то, что издано в 30-е и 70-е годы, пронизано фальшивым казенно-патриотическим фафосом. В действительности же этот период нашей истории был трагедиим, жестоким и страшным. Только в последние годы стали доходить до нас такие правдивые произведения, как романы Солженицына, Пастернака, Дудинцева и воспоминания каторжан сталинских лагерей. Интерес молодого поколения к нашему прошлому начал расти. Следовательно, оно стремится к познанию, самосовершенствованию и самоопределению. Именно поэтому и хочется мне, не кривя душой, рассказать своим внукам и правнукам правду. И только правду, чтобы они не повторяли наших ошибок, не полагались слепо на готовые формулы жизни, какими бы они не были внешне разукрашенными и привлекательными, а критически осмысливали их и правильно определяли свое место и свою роль в жизни. Мне же выпало и безгранично верить, и отчаиваться, рваться вперед и падать, набивать синяки на лбу и носить их в душе. И, возможно, из всего, что я пережил и узнал, что-нибудь пригодится моим потомкам. Думаю, что им тоже будет интересно взять в руки и прочесть то, что оставил после себя их дед или прадед. Чем дальше нашего времени, тем будет интереснее. Поэтому хотелось бы, чтобы эти записи сохранились, как эстафета нашего рода. А если появится в нашем роду кто-то такой же беспокойный и такой же неравнодушный, как я, то пусть он перепишет или перепечатает эти полинявшие страницы. Радостный привет вам, мои близкие и далекие потомки. Будьте прозорливы и мудры в жизни, с доброй и благородной душой, с любовью в сердце к родному краю. Пусть ваша жизнь сложится так, чтобы вам хотелось жить. Счастья вам, здоровья и несгибаемого ума на все доброе и вечное. 1990 год. Город Киев. Ваш седой праотец Иван Павленко.